Забота, внимание, помощь. Поддержка тех, кому сегодня трудно. Защита здесь. Социальная программа. Министр социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина встретилась с журналистами. На брифинге Татьяна Сергеевна рассказала, как выполняется заявленная в региональной стратегии развития задача повышения продолжительности жизни и увеличения периода активного долголетия. Реализуются две государственные программы. Это социальная поддержка граждан Оренбургской области и программа «Доступная среда». Начиная с 2016 года в программе социальной поддержки предусмотрена подпрограмма «Старшее поколение», которая как раз и обобщает все вот эти меры поддержки по улучшению качества жизни пожилых людей и степени социальной защищенности. Руководитель профильного министерства отметила, что ежегодно из областного бюджета на поддержку граждан категории 50+, направляется 3 миллиарда рублей. 175 тысяч человек получают ежемесячную выплату в размере 300 рублей. Почти 400 тысяч человек имеют право на денежную компенсацию на оплату ЖКУ. Кроме того, в регионе отлажена система работы стационарного социального обслуживания в домах-интернатах. В учреждениях созданы необходимые условия для проживания граждан с учетом возрастных особенностей. Более 27 тысяч человек находятся на надомном обслуживании. Развиваются стационарозамещающие технологии, в частности, приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. В текущем году учреждения соцобслуживания будут дополнительно еще обеспечены у нас транспортом. Мы закупаем 15 автомобилей, из них 8 для перевозки маломобильных граждан и легковой транспорт также для работы с нашими гражданами. В регионе формируются новые подходы в работе с людьми серебряного возраста. Развиваются движения по владению современными технологиями. Оренбургские пенсионеры впервые успешно выступили во Всероссийском чемпионате по компьютерной грамотности. В учреждениях соцобслуживания населения области действуют 176 различных клубов и кружков. Внедряются инновационные проекты в сфере экотуризма, социального туризма, спортивно-оздоровительной программы. Татьяна Самохина поздравила тех, кому за 50 с Днем пожилого человека. Конечно же, хочется поздравить всех жителей Оренбургской области, которые перешагнули вот тот рубеж, как мы всегда говорим, 50 с плюсом. Пожелать здоровья, оптимизма, счастья в семье, в детях, в внуках и, конечно же, мирного неба над головой. В завершении встречи Татьяна Самохина напомнила журналистам номер единого телефона 730303, чтобы любой, кто обращается к ним за помощью, знал, куда нужно позвонить в случае, если необходима социальная поддержка. Конкурс «Лучшая многодетная семья Оренбуржья» – один из самых популярных в нашей области. В этом году он проводился в 12-й раз. За 11 лет его существования в нем приняли участие свыше 2500 семей. Они все делают вместе – пишут сценарий, репетируют, стараются, чтобы было интересно всем – и жюри, и зрителям. В разные годы победителями конкурса «Лучшая многодетная семья» становились Косенко из Оренбургского района, Стручкова из областного центра, Кожеватова и Зорска. Успех признания награды. Поистине сюрпризным стал 2014 год. Все финалисты конкурса получили из рук губернатора Юрия Берга ключи от автомобилей «Лада Гранта». «Лучшая многодетная семья Оренбуржья» – праздник со своими добрыми традициями и высоким уровнем организации. Не случайно в 2015 году конкурс «Фестиваль «Успешная семья» при Волжье» проходил в Оренбурге. С каждым годом все больше семейных коллективов участвуют в конкурсе. Пять из них в 2015-м выбраны лучшими. И снова в торжественной обстановке стали обладателями ценного подарка – автомобиля «Лада Ларгус». Хотелось бы, конечно, поблагодарить, во-первых, все семьи, которые принимали участие в конкурсе, а их было 200 – это очень большое количество, то есть конкурс востребован. И, конечно же, поздравить победителей. Выступая перед собравшимися, губернатор области подчеркнул, что благодаря целенаправленной социальной политике, ориентированной на всемирную поддержку материнства и детства, количество многодетных семей ежегодно увеличивается на 10-12%. Сегодня их число в области более 20 тысяч. Там воспитывается около 70 тысяч детей. Сегодня задача, чтобы у нас появлялось как можно больше граждан России, чтобы они росли в счастливых, хороших семьях. И, конечно же, приветствовать многодетные семьи, поддерживать многодетные семьи, поскольку это радический подвиг. В семье Луценко из Оренбурга четверо детей. В окружении мамы Анастасии только мужчины. Они занимаются спортом, накрывают на стол и учат уроки. Старшие помогают младшим. В копилке семьи много различных наград. Победа в областном конкурсе стала приятным сюрпризом. Хотелось бы выразить благодарность губернатору, организаторам, соцзащите, всем, кто нас готовил к этому конкурсу. Рады, счастливы, безумны, благодарны всем. Такой сюрприз, такая неожиданность. Просто нет слов. В Петрове живут в селе Коптяжево Бугрусланского района. У них большое хозяйство. Дети наравне со взрослыми ухаживают за животными, работают в огороде. Выходные, как правило, проводят все вместе. Выезжают на природу. Новый Ларгус позволит разнообразить программу отдыха. Буду возить теперь, в город вывозить. А то на стареньком не вывезешь. Некуда было сажать их. А это уже все-таки машина для семьи. Дружные, сплоченные, любящие друг друга, они смогут достойно представлять Оренбуржья на самых престижных смотрах. Потому что у них есть бесценный опыт воспитания детей. А главное понимание. Чем больше семья, тем она крепче. В спорткомплексе Оренбуржья состоялась областная спартакиада людей старшего поколения «Спортивное долголетие». Эти соревнования уже третьи. Как отмечают организаторы, с каждым годом участников становится больше. А это говорит о том, что проводить мероприятие такого уровня для людей серебряного возраста не просто нужно, а жизненно необходимо. Это очень здорово, что пожилые граждане имеют возможность собраться, посоревноваться, получить определенные заслуженные награды за свои достижения. И я считаю, что мы третий год проводим спартакиаду для пожилых граждан. Это очень здорово. Это нужно продолжать. Критерии отбора только один. Участвовать разрешено женщинам от 55 лет, мужчинам от 60. Люди сюда приезжают подготовленные. Они уже прошли отбор на уровне района. И эти люди, которые включились в эту спортивную жизнь, они от нее не отстанут до самых последних дней своей жизни. Состязания проходили по пяти видам спорта. Волейбол, настольный теннис, дартс, плавание, шахматы. Каждый участник выбрал то, что наиболее близко ему. Но некоторые, как, например, Любовь Колизова из Домбаровского района, выступили сразу в нескольких дисциплинах. Душа у меня дополна этого. Энтузиазмом люблю. И волейбол, и сейчас буду из-за волейбола выступать, и теннис. И вот плавание, правда, у нас там нету в Домбаровке этого бассейна. А так, ну, как полна духа я. И вообще мне 35 в душе. И вообще я рада, что такие соревнования сделали. Среди участников как новички, так и спортсмены со стажем. Юрий Бондарь выступает за команду Оренбургского района второй год подряд. Всю жизнь занимался волейболом, не бросает и сейчас. Кто придумал вот это спортивное долголетие, там у низкий поклон. Конечно, вот такая масса людей, посмотрите, они все еще живые, энергичные. Ну как, какое-то соревнование должно быть. А вот это соревнование, готовятся к этому соревнованию люди. Плюс большой. На каждой площадке царила дружественная атмосфера и по-настоящему спортивный азарт. Судьи подвели итоги и определили победителей. Среди городских команд первое место у Оренбурга. На втором – Орск, на третьем – Гай. Среди районных – лидер команды Оренбургского района. Серебро у солилецких спортсменов, бронза у Новосергиевки. Спорт в нашем районе вообще-то развит. И с поколения в поколение передается эта традиция, любовь к спорту. И собрались… Нет, бывших спортсменов не бывает. Дружная команда, серьезная команда. Очень здорово все сражались. И теннисисты, и шахматисты, и волейболисты. И участники соревнований по дарцу. Ну, слава богу, победа сегодня. На торжественном закрытии соревнований лучшие в своих группах получили медали, кубки и подарки. День, проведенный в спортивном комплексе Оренбуржья, стал еще одним памятным и ярким. Участники выразили общее мнение. Еще раз встретятся здесь, на спортивном долголетии 2016. Памятная дата военной истории России. 1 октября 1609 года. В этот день началась героическая двухлетняя оборона Смоленской крепости от поляков. Социальная программа «Защита здесь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова